Этого совещания не было ни в одном рабочем графике губернатора. Оперативное заседание с правоохранителями и главами районов Вениамин Кондратьев проводит внепланово. Начать встречу руководитель региона предлагает с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. Страшный пожар в торговом центре в Кемерово унес десятки жизней. Большинство погибших – дети. Кто виновен в трагедии, сейчас выясняют следователи. По некоторой информации, в здании были закрыты выходы для эвакуации. Для Краснодарского края случившееся должно стать уроком, говорит Вениамин Кондратьев. Сегодня необходимо проверить, насколько безопасна организована работа торгово-развлекательных центров на Кубани. И здесь не может быть никаких договоренностей и компромиссов с их владельцами, обозначил свою позицию губернатор. Жизнь намного важнее любых экономических дивидендов, тем более жизнь ребенка. Наши дети ходят в те же самые или в такие же торговые развлекательные центры. Правильно президент сказал? Равнодушие на части, халатность, разгидяйство – это причина того, что произошло. Вот наших коллег. Видите, слишком дорогая цена. Слишком дорогая цена. Кроме того, важно, чтобы сами сотрудники торговых центров знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Для этого Вениамин Кондратьев поручает провести пожарно-тактические учения, во время которых будут отработаны все варианты эвакуации людей и определены подъездные пути спецтехники. Учения покажут, насколько сегодня на автомобиле готов торговый центр к чрезвычайной ситуации. Учения, только учения покажут, насколько понимает персонал торгового центра, именно персонал и охранники, что нужно делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Где у них пожарные выходы, где у них огнетушитель. По вашему поручению уже такую работу проводим. И вот на примере могу сегодня сказать, в Анапе, в торгово-развлекательном комплексе прошли такие учения с полной эвакуацией, с отработкой действиями персонала. Безусловно, никаких компромиссов не будет, как вы сказали. Все мероприятия и все задачи поставлены, будут выполнены. Лично сам выйду в ряд районов Краснодарского края, посмотрю и вам доложу. Со вчерашнего дня в крае развернут межведомственный штаб. Проинспектированы уже несколько торговых комплексов региона. Ну и мы тоже видим проблематику в обучении сотрудников соответствующих ЧОПов. Тоже мы готовы здесь оказать всяческую помощь в их обучении. Я думаю, что те задачи, которые вы поставили, буквально на текущей неделе мы проведем соответствующие учения. Не на следующей неделе, на этой неделе. Еще раз подчеркну, у нас нету времени. Каникулы уже идут. Каникулы идут. Поэтому у нас максимум 3-4 дня хватит у нас сегодня возможности, чтобы учения организовать и провести. Но мобилизовывать меры противопожарной безопасности нужно не только в первые месяцы после трагедии, отмечает прокурор края. Все проверки нужно проводить хотя бы раз в полгода. Тревоги, о чем говорили, я думаю, что периодически их нужно проводить. Нужно посмотреть по законодательной базе, насколько они так, к чему относятся. И если к проверочным мероприятиям не относятся, то нужно обязывать тех, кто сегодня эксплуатирует эти здания, сооружения, ежеквартально, раз в полугодия, но обязательно проводить тренировки. Все будет наглядно. Все сразу увидят, что не хватает, что нужно делать и все. Сами руководители торговых центров края заверяют, в их зданиях соблюдены все правила безопасности. Во многих буквально на прошлой неделе проводили инструктаж сотрудников и обновили схемы эвакуации. Мы постоянно уделяем внимание пожарной безопасности. Арендаторы нас за это, можно сказать, не любят, потому что мы проверяем их регулярно. Любые изменения, связанные с перепланировкой помещений, с проведением каких-то технических работ, обязательно согласовываются у нас с пожарной службой. Мы уже провели сегодня утром учения сотрудников охраны, проверили их знания правил противопожарной безопасности. Перед каждым сеансом у нас идет в рамках предсеансного ролика, идет ролик, показывающий планы эвакуации конкретного кинозала, куда люди могут пройти, чтобы покинуть место просмотра фильма в случае чрезвычайной ситуации. Мы изначально строились с учетом всех потенциальных рисков, начиная от сейсмической ситуации, заканчивая пожароопасными, всякими периодами. Мы, в принципе, не знаем такого, чтобы какая-то дверь была закрыта на засов, запор, и, не дай бог, навесной замок, велосипедный, цепь. То, с чем мы столкнулись в этих трагических событиях, мы, конечно, немножко удивлены. Все результаты проверок и итоги учений Вениамин Кондратьев пообещал лично проконтролировать. Допустить подобной трагедии на Кубани просто недопустимо, заявил губернатор. Погибли. Самое главное будущее – это дети. Дети. И невольно у каждого нормального человека в сердце, естественно, тут же йокает. Мы занимаем одно из лидирующих мест в России по количеству торговых центров. И наши дети тоже ходят в эти торговые центры. Это селекторное совещание, оно должно быть отмашкой для того, чтобы на самом деле не просто для формы, а по содержанию проверили максимально сегодняшнее состояние торговых центров, которые находятся на территории Краснодарского окраина. Давайте сделаем все. Все возможное от нас. Чтобы на Кубани этой трагедии никогда не было. Никогда. Вот здесь не может быть никаких договоренностей и никаких компромиссов с владельцами и руководителями вот этих торговых комплексов. Не может быть. Потому что слишком дорогая цена этих компромиссов. Мария Крошная, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар.